У него так получилось, параллельно сразу же два доклада идут, поэтому он дал мне ответственное поручение вместо него сделать это сообщение. Ну и поскольку я этой проблемой тоже занимаюсь, этим лечением, то в общем я это согласился с удовольствием. Надо сказать, что я хотел бы поблагодарить предыдущих докладчиков, которые уже ввели аудиторию в основные вопросы стереотоксической лучевой терапии ракопрестательной железы. Мне будет несколько легче в этой ситуации, поскольку я смогу сделать акцент на тех клинических нюансах, которые могут быть важны в том числе и для урологов, но и для радиотерапевтов в том числе. Если говорить о стереотоксической лучевой терапии, то она достаточно парадоксальна, это прозвучит заявление, но она с экономической и с логистической точки зрения представляет даже большую привлекательность, чем обычная конформная 3D лучевая терапия. Почему? Потому что очень существенно сокращается время облучения, с одной стороны, и затраты на койко-день, и всё с этим связанное. С другой стороны, она существенно очень увеличивает пропускную способность дорогостоящего оборудования, учитывая то, что установок для лучевой терапии в нашей стране в принципе не хватает. Это, конечно, имеет очень важное и очень существенное преимущество этого очень интересного и важного метода лечения. С медицинской точки зрения, ну, уже было показано, что стереотоксическая лучевая терапия у пациентов из группы низкого риска, в первую очередь, поскольку это всё-таки основная мишень для этого вида лечения, она позволяет достигать очень хороших результатов безрецидивной выживаемости, которые, в принципе, даже могут сравниваться с результатами, достигаемыми с помощью высокодозной бракетерапии, низкодозной бракетерапии и оперативных методов лечения. Вместе с тем, я бы хотел обратить внимание, что если говорить о лучевой терапии, то здесь очень важна суммарная доза. Для того, чтобы мы стойко контролировали процесс, эта доза должна быть, ну, как минимум 90 грей или эквивалентной этой высокой дозе. Поэтому 3D-комфортная обычная лучевая терапия, конечно, у меня есть сложности с эффективным лечением этой категории больных. Стереотоксическая лучевая терапия за счёт своей очень большой прецизионности и точности, она позволяет перейти этот барьер и подводить всё-таки радикальные дозы. Вместе с тем, меня часто мои коллеги-радиотерапевты спрашивают, поскольку мы делаем и то, и другое, что всё-таки какой метод лечения является основным, какой метод лечения доминирует, и мы рассматриваем его в качестве базового. Но я должен сказать, что, наверное, ответить на этот вопрос можно будет только одним простым способом. Мы считаем, что базовыми являются все методы лучевой терапии, потому что в разных ситуациях они оказывают неоценимые нам подспорья и услугу, и мы очень рады и счастливы, что мы можем использовать те или другие методы лучевой терапии. Но в повседневной практике мы, конечно, отдаём предпочтение высокодозной брахиотерапии, в первую очередь, потому что она позволяет всё-таки подводить более высокие дозы на предстательную железу. Здесь просто вот видите такие стандартные режимы, потому что использование режимов уже вот таких более жёстких при стереотоксической лучевой терапии, по данным некоторых авторов, приводит к серьёзному повышению частоты серьёзных нежелательных явлений, простите за тавтологию. С другой стороны, конечно, она позволяет более точно и более прецизионно подводить саму дозу облучения. Но вот любопытные были сделаны исследования, где сравнивались возможности брахиотерапии, протонной терапии, стереотоксической лучевой терапии. Первыми этим занялись немцы. Они посмотрели, что же всё-таки лучше с дозиметрической точки зрения. Отдали предпочтение брахиотерапии, потому что она более щадящая, она позволяет критические органы, в общем, в большей степени пощадить. За ней провели довольно похожие исследования наши австрийские коллеги, но они уже более сложные методы облучения, более сложные дозные распределения тестировали. Они тоже сравнивали брахиотерапию, протонную терапию, стереотоксическую лучевую терапию. Тоже пришли к выводу о том, что с точки зрения покрытия мишени, с точки зрения нагрузки на критические органы, брахиотерапия более привлекательна. Но тогда встает вопрос, почему я стою на этой трибуне, почему я говорю о стереотоксической лучевой терапии. И ответ на этот вопрос очень простой, потому что есть огромное количество пациентов, которым мы отдаём предпочтение. Вот здесь это далеко не весь перечень, конечно, тех показаний, которые мы используем для стереотоксической лучевой терапии, но это те больные, которые в нашей практике непосредственно встречались. Это и пациенты пожилого возраста, потому что, конечно, она более бережливая, она неинвазивная. Это пациенты, которые имеют противопоказания к спинномозговой анестезии, с тяжёлыми интеркурентными заболеваниями и так далее, и так далее, и так далее. Во второй вопрос – как часто мы используем стереотоксическую лучевой терапию, имея возможность выбрать? Мы проанализировали наш опыт, и выяснилось, что у больных из группы низкого и промежуточного риска, мы иногда рискуем лечить больных из группы промежуточного риска тоже с помощью стереотоксической лучевой терапии, особенно если мы видим, что не можем выполнить брахиотерапию. Практически четверть больных получала стереотоксическую лучевую терапию. То есть таких больных очень много. Это очень важный метод лечения, от которого, безусловно, не то что отказаться невозможно, его нужно всё шире и шире внедрять в клиническую практику. Сама по себе эта процедура, она многоэтапная. Я специально просто показал, что действительно здесь нужно очень много сделать для того, чтобы это всё осуществить. С другой стороны, честно говоря, мы рассматриваем её как достаточно простую, потому что здесь хитрости особых нет. Здесь надо просто добросовестно, очень тщательно, качественно выполнять отдельные этапы, и тогда успех обеспечен. Если говорить о том, что мы делаем, ну, конечно, мы очень тщательно смотрим за тем, как лежит пациент на столе, не смещается ли предстательная железа. Надо сказать, что в нашей личной практике мы серьёзных смещений не видим, хотя это не является показанием того, чтобы мы менее тщательно наблюдали за пациентом во время облучения. Если говорить о нашем личном опыте, он составляет, как уже я говорил, 50 человек. Критерии интерпретации эффективности и осложнений, они практически идентичны со всеми другими лучевыми методами. И время наблюдения, к сожалению, не очень большое, оно не превышает 2 лет, а медиана она вообще составляет 12 месяцев. Но что можно сказать, во-первых, лечение переносит очень хорошо пациентами. У них осложнений практически мы не наблюдаем в раннем периоде, за исключением умеренно выраженных уретритов. Уретриты, безусловно, у них есть. Что касается осложнений со стороны прямой кишки, опять же, я могу повторить то же самое, что говорил при высокодозной брахиотерапии. Они казуистически редкие, потому что всё-таки подведение дозы очень точное. Ну, откровенно говоря, мы в ряде случаев использовали ещё специальные баллоны, которые отодвигают прямую кишку от предстательной железы. Мы в нашей практике используем метод репетар, который очень быстро, очень стремительно растёт, его популярность. Почему? Очень короткое время сеанса облучения, что увеличивает пропускную способность, а самое главное, за короткое время пациент не устает, и он сохраняет стабильность положения на столе. Он не двигается, он не смещается. Кроме того, при использовании этой методики можно даже не вводить маркеры, потому что если у пациента есть кальцинаты, они достаточно хорошо видны при верификации в конбим-сети, то есть в конусном пучке, в сети в конусном пучке. Но это метод, который позволяет достигнуть высокой равномерности распределения дозы. Хотя, скажу откровенно, по моим представлениям, не имеет значения, каким методом осуществлена стереотоксическая лучевая терапия. Важно, чтобы она была сделана грамотно и очень тщательно, чтобы подведение дозы соответствовало тому, что мы спланировали. Если говорить о стереотоксической лучевой терапии, я не мог удержаться просто. Дело в том, что она, конечно, в группе низкого и промежуточного ритка используется довольно часто. Но дело в том, что она может использоваться и у пациентов из группы высокого риска с разными целями. С одной стороны, мы можем подвести стереотоксический буст. С другой стороны, хотя немножко боимся и отдаём предпочтение другим всё-таки технологиям. С другой стороны, вот сейчас недавно совершенно была опубликована очень интересная работа, которая, с одной стороны, показала, что у больных с поражением лимфоузлов лучевая терапия является хорошим эффективным методом, который позволяет контролировать опухолевый процесс. Это, наверное, первая работа, которая это вот так убедительно сделала. В чём смысл было? Это пациенты, которые шли уже с рецидивами лимфоузла, была спасительная лимфоденоктомия, которая дальше либо дополнялась лучевой терапией, на субклинический, если так можно выразиться, очаги, которые мы не видели, либо не дополнялась. Вы видите, что добавление лучевой терапии приводило к очень серьёзному и достоверному улучшению контроля над процессом непосредственно в полях облучения. И это вот диаграмма, которая показывает, вы видите, вот это то, что возникало после лимфоденоктомии, причём лимфоденоктомия 30 шагов в среднем, то есть это настоящая расширенная лимфоденоктомия. Вот вы видите рецидивы, они практически в большинстве своём в тазовой области. Вот что наблюдается после того, как мы используем лучевую терапию в качестве своеобразного рода добавки. Но мы в своей практике считаем, что мы можем обойтись вообще без хирургического компонента, потому что мы осуществляем профилактическое облучение тазовых лимфоузлов, а дальше, если мы видим подозрительные лимфоузлы, например, увеличенные, для того, чтобы более надёжно контролировать процесс в этих лимфоузлах, мы подводим дополнительную дозу с помощью стереотоксической лучевой терапии. Надо сказать, что таких больных у нас сейчас около десятка, но чрезвычайная многообещающая тактика. Внутри проекции полей мы пока рецидивов не видели, хотя, к сожалению, в большом пароортальной области они возникают. Ну и, естественно, генерализации. Если говорить, просуммировать всё, что было сказано о стереотоксической лучевой терапии, с нашей точки зрения, она, конечно, очень перспективная, очень привлекательная. И, наверное, один из главных методов лучевого лечения, по крайней мере, больных раком предстательной железы, в первую очередь привлекает её очень короткий курс лечения, минимальная инвазивность, а в ряде случаев вообще неинвазивность, высокая избирательность подведения дозы. И, конечно, мы можем её использовать в качестве монотерапии у пациентов из группы низкого риска, вероятно, из группы промежуточного риска, по крайней мере, у части этих больных. Ну и, в общем, в принципе, в литературе имеются сообщения о том, что она может использоваться и в качестве добавки у пациентов из группы высокого риска. Спасибо за внимание.